Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Смирнова Ольга Вячеславовна, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией эндокринологии, кафедра физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные научные исследования профессора Смирновой, одного из ведущих российских специалистов области эндокринологии, посвящены гормональным механизмам половой дифференцировки, гормональной регуляции в антогенезе, гормональным рецепторам, клеточным и молекулярным механизмам действия гормонов. Исследования профессора Смирновой фундаментальны и известны на международном уровне. Ею опубликовано 187 научных работ. Она соавтор одной монографии и трех учебно-методических пособий, имеет три патента на изобретение, читает несколько курсов лекций, не ограничиваясь при этом только биологическим факультетом МГУ. Ольга Смирнова – член Международного общества андрологов и Международного общества по изучению андропаузы, а также Европейской и Международной ассоциации по изучению печени. Профессор Смирнова в студии медицины «В контексте». Здравствуйте, Ольга Вячеславовна. И этот выпуск программы посвящен эндокринологическим основам репродукции человека, стремясь выполнить одну и ту же задачу, а именно продолжить рот. Мужчина и женщина руководствуются разными стратегиями поведения, и при этом они задействуют разные биохимические возможности своих организмов. Сегодня мы посмотрим на мужчину и на женщину в контексте репродукции, и сделаем это глазами ученого-физиолога-эндокринолога. Пожалуйста, Ольга Вячеславовна. Не только мужчина и женщина нас будут интересовать, но нас будут интересовать и мужские и женские особи животных. Чем отличаются мужчины и женщины в контексте репродукции от других млекопитающих, это тоже будет темой нашей передачи. Начнем мы с того, каким образом происходит половое созревание, и только ли половые железы нужны для полового созревания. Оказалось, что отличием человека и некоторых приматов Старого Света является участие надпочечников на начальной фазе полового созревания. Поэтому для человека характерны две фазы полового созревания. Это адренархия, то есть активация надпочечников, а именно сетчатые зоймы надпочечников, которые продуцируют неактивные андрогены. И уже потом подключаются семенники или яичники, и возникает активация гипоталангипофизарно-гонадной оси. Что же происходит с надпочечниками? Надпочечники где-то в районе 7-8 лет и дальше начинают усиленно продуцировать неактивные андрогены за счет развития сетчатой зоны своей коры. Основным таким андрогеном является дегидроэпиандростерон и его сульфат. И особенностью продукции неактивных андрогенов, сетчатой зоны надпочечников, является то, что она одинаково активируется и у мальчиков, и у девочек. В результате этого резко возрастает продукция неактивных андрогенов. Они превращаются в активные андрогены. В крови начинает увеличиваться концентрация активных андрогенов одинаково у мальчиков и у девочек. И это ведет к появлению первых признаков полового созревания. Интересной особенностью сетчатой зоны надпочечников и ее гормонов является то, что продукция этих неактивных андрогенов растет при половом созревании, потом возникает какая-то плата, потом эта продукция градуально снижается. Градуально снижается, и вот наклон кривой, по которому снижаются андрогены надпочечников, он связан с продолжительностью жизни человека. Чем меньше наклон кривой, чем медленнее снижаются надпочечниковые андрогены, тем больше вероятность увеличения продолжительности жизни человека. Такое развитие сетчатой зоны надпочечников, как я уже говорила, характерно для человека и некоторых приматов. И такой сильно развитой сетчатой зоны надпочечников нет у других млекопитающих. Простите, Ольга Вячеславовна, а этот наклон, он измерим в принципе? Никто не догадался воспользоваться этим для предсказания продолжительности жизни? Нет, он измерим. Это используют для предсказания продолжительности жизни, но механизмы этого до конца не изучены, потому что неактивные андрогены, в частности, самый главный из них – дегидроэпиандрогностеронсульфат или ДГАС сокращенно, он своих рецепторов не имеет или имеет очень косвенные рецепторы, хотя он может действовать как нейростероид. И механизмы поддержания долголетия с помощью этого дегидроэпиандрогностерона не ясны. Проблема заключается в том, что это нельзя исследовать на лабораторных животных, потому что у них такого нет. есть определенные идеи, почему у человека стала так сильно развиваться сетчатая зона надпочечников при плавном созревании. Я, наверное, о ней скажу несколько позже, там будет более к месту, когда мы будем уже говорить о особенностях репродукции. Да, пока не ушел этот слайд, просто да. Но, тем не менее, вот этим сейчас очень много занимаются, потому что это важно для продолжительности жизни, хотя трудности существуют. Есть такие гринмаус-манки, вот на них изучают, потому что у них тоже также развиты надпочечники, но это, в общем, достаточно сложно. Что происходит, когда активируются надпочечники? Под действием надпочечниковых андрогенов начинается первый этап овлашения. Это овлашение подмышечной области, овлашение лобка и лобковой зоны. То есть, вот первые признаки плавного созревания – это те признаки, которые диктуют надпочечники совсем не половые железы. И второй важный момент – это то, что в этом случае девочки не отличаются от мальчиков по продукции андрогенов и по началу полового созревания. Хотя в дальнейшем, когда активируются семенники, возникает уже андроген-зависимость зоны овлашения, и дальше все идет уже в зависимости от пола. Интересной особенностью действия андрогенов на овлашение является так называемая мультиметаболитная теория действия тестостерона. Дело в том, что тестостерон является не только активным гормоном, но и предшественником ряда других гормонов. В частности, из него образуется более активный андроген 5-альфа-дегидротестостерон под действием фермента, который называется 5-альфа-редуктаз. И именно 5-альфа-дегидротестостерон, образующийся местно уже в волосяных луковицах, диктует дальнейшую возможность их развития или, наоборот, неразвития. И вот оказалось, и до сих пор это неизвестно, что на разных участках тела один и тот же гормон вызывает совершенно противоположные эффекты. В частности, в волосяных луковицах бороды он усиливает рост их, и, соответственно, усиливается рост бороды. А вот если это волосяной покров головы, то, наоборот, он стимулирует дегенерацию волосяных фолликулов и стимулирует облысение. Вот достаточно ярким примером является, в общем, всем известный факт по поводу разницы в волосяного покрова белой и желтой расы. Вы знаете, что японцы, китайцы, они реже лысеют, но у них менее густая борода. И это связано с тем, что у разных рас разные изофорные ферменты 5-альфа-редуктазы. У белой расы он более активный, у желтой расы он менее активный, и вот это проявляется в особенностях волосяного покрова. Но, кстати, нужно сказать, что тестостерон может превращаться не только в более активный андроген, но он является предшествием женских половых гормонов. И это тоже нужно учитывать, мы тоже еще об этом поговорим. Если говорить о половом созревании, то, начиная с активации надпочечников, активация ганат требует еще нескольких гормональных факторов. Особенно двух гормонов. Это увеличение уровня лептина, который продуцируется жировой тканью, и снижение продукции мелатонина. По поводу лептина. Существует такое общее биологическое представление, что репродукция может осуществляться только тогда, когда организм способен к самосохранению и самоподдержанию. Потому что на репродукцию тратится много энергетических ресурсов и так далее. Жировой запас. Да, нужен определенный жировой запас, чтобы могла осуществляться репродукция. Соответственно, как только человек набирает этот жировой запас, чем больше жир, тем больше продукция лептина. Лептин стимулирует замыкание между гипоталонгипофизарной системой и ганатами, яичниками или семенниками. И, соответственно, начинается половое созревание и возможность репродукции. Мелатонин, наоборот, обладает антиганаттропным действием. И у животных он регулирует сезонность размножения. У человека сезонность размножения потеряна. И вот такая остаточная функция мелатонина заключается в том, что, когда начинается половое созревание, это соответствует затуханию функции эпифиза, который является железой, продуцирующей мелатонин. Продукция мелатонина падает, снижается его антиганаттропное действие, и это способствует половому созреванию. Мелатонин назван так по его действию у низших позвоночных, где он стимулирует просветление кожных покровов. У человека это тоже можно видеть. Вы знаете, наверное, что при начале полового созревания у многих блондинок волосы темнеют. И вот это как раз эффект снижения продукции мелатонина. И в результате такого снижения происходит потемнение волос, и не все блондинки доживают блондинками до взрослого возраста. То есть это, в общем, мы наблюдаем в повседневной жизни. Это все касается начала полового созревания, а что происходит, когда уже человек входит в период репродукции. И вот именно здесь мы должны особенно четко представлять себе, чем человек отличается от других млекопитающих, и что хорошего и плохого привносят те особенности, которыми обладает человек. Одной из таких особенностей является потеря природных противозачаточных средств. Дело в том, что организм животного, млекопитающих, приспособлен для того, чтобы каждый цикл репродукции кончался где-то рождение. То есть вот такие холостые циклы, которых много у человека, они в природе нормальные, они быть не должны. У млекопитающих сезонно не размножается только человек и лавраторные животные. Те представители, которые живут при постоянном освещении, у которых продолжительность светового дня не используется для подавления размножения. При искусственном освещении, то есть вот мы, крысы, мыши, это представители, у которых сезонность размножения потеряна. Сезонность является противозачаточным средством, потому что другие млекопитающие, у них циклы возникают только в сезон гона или размножения. И некоторые циклируют один раз в сезон, например, лисы, некоторые циклируют несколько раз в сезон, потом возникает беременность. Беременность – это тоже противозачаточное средство. Потом возникает лактация, потом сезон покоя, потом сезон размножения и так далее. То есть отличие человека от других млекопитающих заключается в том, что у женщин количество холостых репродуктивных циклов в десятки раз превышает то, что есть у животных. Чем это чревато? Это чревато тем, что сначала скажем о том, в чем смысл циклирования женского организма. Каждый цикл репродуктивный, который длится у женщин примерно 28 дней, первые 14 дней организм женщин готовится к оплодотворению, созревает яйцеклетка. А вторую половину цикла под действием прогестерона организм женщины готовится к беременности. Начинает пролиферировать протоки молочной железы, начинает пролиферировать клетки матки, чтобы разрастался мышечный слой, чтобы эндометрий готов к принятию зародыша и так далее. Если беременность не наступает, все это подвергается инволюции, апоптозу, и следующий цикл все начинается сначала. Это значит, что у женщин 12 раз в год происходят непродуктивные волны пролиферации в репродуктивных органах. Чем чаще пролиферируют клетки этих органов, тем больше вероятность ошибки репродукции, неправильной репарации ДНК и так далее. Поэтому так сильно распространены онкологические заболевания репродуктивных органов у женщин. Матка, молочная железа, яичники, особенно молочная железа. Это все приводит к тому, что накапливаются ошибки и это ведет к онкологическим заболеваниям. У многих видов животных даже трудно найти спонтанные опухоли репродуктивных органов. Им надо специально прививать или делать специальные клетки, чтобы изучать возможность лечения рак репродуктивных органов. То есть вот такое количество холостых циклов, оно с точки зрения природы, оно противоестественное. Ну, кстати, у домашних животных распространено, потому что там именно холостые циклы тоже. У домашних животных распространено. Которые живут с человеком и человек регулируют фактически. Смотрите, если вы берете собаку, то у них тоже, у них течка бывает раз в году или два раза в год. Я имею в виду онкологию. Онкология, ну да. Если человек не позволяет своей собаке. Да, 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 в смысле онкология. Я об этом смысле, да. Да, да, да. Ну, вернемся еще к другим особенностям репродукции человека. Это вот отсутствие изменений внешнего вида и полового поведения в момент овуляции. Это, конечно, социальное приобретение. Потому что, опять повторюсь, что у животных цель репродукции животных – это воспроизводство. Поэтому животные всеми силами демонстрируют момент овуляции, демонстрируют самки для того, чтобы получился продуктивный спарень. Это может быть изменение окраски кожных покровов, особенно половых органов. Вот есть такие обезьяны, у которых краснеет в момент овуляции половые органы. Это набухание, изменение внешнего вида. И это изменение полового поведения, когда самки ищут самца, принимают определенные позы для того, чтобы демонстрировать, что у них наступила овуляция. Это реакция на феромоны. Реакция, вроде бы, сейчас говорят, что и человек как-то что-то чувствует. Но это несравнимо с тем, что чувствуют животные. Вот мы занимались таким астероидом, называется андростаналон. Он используется в сельском хозяйстве, в животноводстве для синхронизации оплодотворения свиней. Потому что один хряк-производитель его приводит в статус свиней, и он должен их всех оплодотворить. И вот стоит им тряпочкой помахать запахом этого андростаналона, как все свиньи встают в лордозную реакцию. И такого у человека нет. И вот сейчас я как раз хотела вернуться к нашему разговору про надпочечники и про сетчатую зону, которая развита в основном только у человека, и продуцирует дегидроэпиандростерон. Оказалось, что дегидроэпиандростерон продуцируется еще и в мозге, он действует еще как нейростероид. Напомню, что он одинаково продуцируется у мужчин и у женщин. И есть такая идея, есть такая концепция, хотя она еще не подтверждена так уж сильно, что вот такая независимая от полупродукция андрогенов надпочечник, она сглаживает отличия социального поведения и вот этого поведения в момент овуляции, что помогает человеку жить в социуме и не зацикливаться. Нормально работать, да. На этих проблемах, наверное, ну, в общем, чисто, наверное, это имеет смысл, ну, в смысле, эта идея, наверное, имеет смысл, хотя для того, чтобы ее доказать, ее доказать очень сложно, но все-таки, вот, учитывая особенности человека в плане надпочечников и в плане отсутствия полового, вот, изменения полового поведения в момент овуляции, наверное, как-то это связано одно с другим. Ну, во всяком случае, этим стоит продолжать заниматься, чтобы понять особенности человека. Учитесь властвовать собой, то, что сказал поэт, в общем-то, отчасти. Нет, тут уже властвовать собой не нужно, женщина не чувствует процесс овуляции, она не чувствует момент овуляции, если бы она чувствовала момент овуляции, никаких бы контрацептивов не понадобилось, да, она бы понимала, что она фактически, у нее это исчезло, редуцировалось 100%, в чем-то это удобно, в чем-то это неудобно. Еще одним отличием является то, что и спаривание, и половой акт, он тоже не привязан к овуляции, хотя у большинства животных он привязан к овуляции, с одной стороны, потому что самка не привлекает самца, если она не в процессе овуляции, с другой стороны, у самки есть приспособления, которые просто мешают спариваться. У некоторых плагающие зарастают, у некоторых там есть такой сфинктер, который препятствует спариванию в момент овуляции. То есть у животных есть все приспособления, чтобы цикл кончался беременностью. У человека очень малое количество циклов, циклов заканчивается беременностью, и, соответственно, за это приходится платить. Пойдем дальше. То, что я говорила, касалось в основном женщин, но для мужских особей и животных тоже характерно, для многих видов млекопитающих характерно отдых, репродуктивный и для мужских особей. То есть вот здесь представлено на примере барана, мы уже говорили, что сезонностью размножения занимается мелатонин. Дело в том, что мелатонин имеет такую особенность секрецию, что в основном он секретируется ночью. И в зависимости от продолжительности ночного периода этот ночной пик секреции может быть сглаженным, а может быть очень устрым. Когда дельта между ночным и дневным пиком секреции мелатонина велика, его антиганаттропное действие сильно, семенники изменяются в размерах, перестают продуцировать тестостерон или продуцировать его на очень низком уровне. Когда здесь представлено увеличение продолжительности ночного периода, этот пик сглаживается, действие мелатонина становится не таким сильным, и начинается сезон размножения, семенник увеличивается в размерах, начинает продуцировать большое количество тестостерона. То есть и у женских, и у мужских особей млекопитающих существуют системы, которые призваны создавать такой отдых репродуктивный. С одной стороны создавать отдых, а с другой стороны направлять репродукцию исключительно на воспроизведение, на создание потомства. То есть бараны летом отдыхают? Отдыхают. Нет, они летом отдыхают, они зимой к темноте. К темноте, тут еще все связано с продолжительностью беременности, у животных все очень продуманно хорошо. У тех, у кого длительная беременность, вот они отдыхают, потом у них осенью, у них период гона. И к весне рождают. И к весне они рождают, когда есть кормовая база, когда это. И дальше все начинается сначала, там они выкармливают, потом начинается сезон размножения и так далее. То есть разница с человеком большая. Теперь по поводу того, что касается смысла участия мужских и женских особей в размножении. Это касается и людей, это касается и других млекопитающих. И с этим связаны особенности работы женского организма и мужского организма. Вы знаете, что в каждый репродуктивный цикл женщины выбирается одна самая хорошая яйцеклетка. И именно она предназначена для оплодотворения. У мужчин, у мужских особей млекопитающих количество сперматозоидов составляет где-то 300 тысяч плюс-минус. И, соответственно, в женском организме происходит выбор самого хорошего сперматозоида из этих 300 тысяч. И в результате этого мужские особи больше призваны для обеспечения, с одной стороны, количества, а с другой стороны, разнообразия потомства. А женщины отвечают за качество, потому что выбирается качественная яйцеклетка и выбирается качественная сперматозоида. Здесь тоже существует один интересный факт, который важен и для женской репродукции, и для сравнения женщины с другими млекопитающими. Дело в том, что отбор наилучших яйцеклеток, которые находятся внутри фолликула, он начинается еще в эмбриогенезе на самых ранних этапах развития. Вот здесь представлен фолликулярный резерв на разных стадиях антогенеза. И вы видите, вот период антогенеза до рождения, количество ацитов и премордиальных фолликулов несколько миллионов. К рождению остается уже меньше миллиона фолликулов, и из них где-то в районе 400 тысяч доживает до полового созревания. То есть все это время идет отбор на самые хорошие яйцеклетки. Каждый репродуктивный цикл, каждые 28 дней выбирается где-то 5-10 фолликулов, которые вступают в гормонозависимую фазу развития, и из них выбирается самый лучший. Есть специальные гормональные системы отбора, из них выбирается самый лучший, а остальные подвергаются дегенерации отрезий. И так происходит до тех пор, пока не истощается фолликулярный резерв. Дальше наступает менопауза. Для животных менопауза не характерна. Ее нельзя назвать менопаузой, потому что животные не менструируют, но животные, как только кончается период репродукции у животных, животные умирают. Оно существует для продолжения рода, если функции продолжения рода заканчиваются, то заканчивается и жизнь. Казалось бы, в этом смысле человек приобрел достаточно хорошую фуру в плане того, что после окончания репродуктивных циклов человек еще живет там... Жизнь только начинает. Да, только еще одну треть жизни или больше. Но если мы рассмотрим все это с другой точки зрения, то, возможно, вот эта менопауза – это тоже плата за неправильные циклы. Если мы вспомним, что у животных каждый год происходит 1-2-3 цикла в зависимости от вида, а у женщины происходит 12 циклов каждый год. И если мы вспомним, что женщина имеет 1-2-3 детей, не больше, то и длительность лактации неуклонно сокращается, то есть циклы возвращаются быстрее, чаще, то неудивительно будет, что истощение фолликулярного резерва происходит так рано. Потому что тратится, ну, там, десяток фолликулов тратится каждый цикл, и если бы их было 2, то они бы тратились медленнее. Если их тратится каждый раз много, то, естественно, происходит истощение быстро. Поэтому тут тоже вопрос непонятный. Я пыталась найти в литературе, посмотреть, вот зависит ли это от количества... Но очень трудно это все сравнивать, потому что обычно многодетные матери, у них условия жизни более тяжелые и так далее. Но с точки зрения женского здоровья, если мы учтем отсутствие сезонности, потерю противозачаточных средств природных, то нужно иметь в виду, что совершенно четко показано, достоверно, что чем больше у женщин в течение жизни репродуктивных циклов, тем чаще они заболевают раком молочной железы. То есть возможность заболеть раком молочной железы увеличивается, чем раньше начались менструации, чем позже они закончились, чем меньше имела детей женщина, и чем короче она их кормила груди. Но это при прочих равных, если мы не берем генетическую составляющую, предрасположенность, наследование... Генетическая составляющая для рака молочной железы невелика. Есть один вариант... Беркца, это один вариант, а их очень много других вариантов. Известно, например, что рак молочной железы у монахин встречается гораздо чаще, чем у женщин мирских в общей популяции. То есть это факт доказанный. Это факт доказанный, и он связан с тем, что я говорила, о нагрузке молочных желез из-за повторяющихся процессов пролиферации. И параллельно он приводит к тому, что снижается фолликулярный резерв раньше времени. Есть, кстати, заболевание такое, преждевременное истощение фолликулярного резерва за счет того, что слишком много фолликулов вступает в каждый цикл. Но и без всяких прочих условиях такое нерациональное использование фолликулярного своих фолликулов ведет к тому, что возникает менопауза, и возможно, было возможно, женщины бы циклировали до конца жизни, если бы нашлись такие методы сдерживания репродуктивных циклов. Но на этом слайде я хотела более предметно показать, каким образом женщины выбирают наилучшие сперматозоиды. То есть возвращаемся к вопросу о том, что именно женщина отвечает за качество потомства. За качество потомства, потому что сперматозоиды попадают во влагалище, уже там начинается отбор за счет того, что в кислой среде влагалища наиболее слабые сперматозоиды теряют подвижность и так далее, и только самые сильные могут двигаться дальше. В шейке матки тоже существует отбор сперматозоидов. Все это происходит за счет того, что на шейку матки действуют эстрогены, и они модифицируют клеточную стенку сперматозоида таким способом, чтобы им легче было проникнуть в яйцеклетку. И опять только самые хорошие сперматозоиды двигаются дальше. В матке свой дополнительный отбор, в яйцеводе свой отбор, который заключается не только в капситации сперматозоида, то есть возникновение такой головки, в которой содержится фермент, помогающий проникнуть в яйцеклетку, но еще и клетками, окружающими яйцеклетку, кумулусом выделяются хематрактанты, которые привлекают сперматозоиды к яйцеклетке. И только самый хороший отобранный в женском организме сперматозоид оплодотворяет соответствующую яйцеклетку. Что касается мужских особей, тут тоже нужно иметь в виду несколько моментов, в частности, действия мужских половых гормонов и андрогенов, которые регулируют сперматогенез таким образом, что регулируется количество и активность сперматозоидов, хотя сама скорость сперматогенеза генетически закреплена у человека где-то 64 дня, то есть на скорость сперматогенеза не влияет, но количество и активность – это важные показатели. Понятно, что андрогены, действуя на простаты, на другие добавочные половые железы, определяют состав семенной жидкости, среды, в которой комфортно находиться сперматозоиду и которые способствуют, соответственно, оплодотворению. Понятно, что андрогены влияют на половое поведение, но, кстати говоря, на половое поведение они влияют на мозг, превращаясь в мозгу в эстрогены, и в этом смысле эстрогены у мужчин являются мужскими половыми гормонами, которые помогают им организовать половое поведение. Вообще говоря, все органы мужского и женского организма подвержены действию полового гормона. Только это проявляется на разном уровне, если это репродуктивные органы, это фенотип, если это мозг, то это клеточный состав, все остальные органы меняются активность метаболических систем. Но это не менее важно, потому что от этого зависит качество жизни и мужчин, и женщин. Эстрогены, как мужские половые гормоны, действуют не только на мозг, но действуют и на сперматогенез. Вот здесь представлены те элементы, связанные с действием андрогенов. Во-первых, фермент ароматаза, который стимулирует превращение андрогенов в эстрогенов. Во-вторых, рецепторы, которые определяют чувствительность к эстрогенам. И вы видите, что и различные стадии созревания сперматозоидов имеют фермент, который стимулирует превращение андрогенов в эстрогенов, и чувствительны к эстрогенам. И различные клетки семенников тоже чувствительны к эстрогенам. И в семенниках клетками сертули эстрогены продуцируются в достаточно серьезных количествах. И если такой продукции эстрогенов клетками сертули будет недостаточно, это будет связано со стерильностью, и сперматозоиды будут недостаточно качественны, если они содержат недостаточной ароматазы и плохо превращают андрогенов в эстроген. То есть вот это представление о собственном мужских и женских половых гормонах, от него надо уходить. Мы говорили про напочинники, которые, наоборот, для женщин андрогены стимулируют, женские какие-то. И у мужчин эстрогены тоже могут действовать как половые гормоны, но в разумных количествах как мужские половые гормоны. Но что касается женских репродуктивных циклов, мы уже говорили, что есть регуляторы циклов, это гепталам-гипофизарные системы, и есть системы, которые на эти гормоны реагируют. И, соответственно, это матка, влагалище, молочные железы и ряд других тканей, все они подвержены действию двух типов гормонов. В первую фазу основным гормонов являются эстрогены, и в этом случае они готовят женский организм к оплодотворению. Во второй фазе это прогестерон, и прогестерон подготавливает репродуктивные органы к возникновению беременности. Соответственно, если говорить о матке, то эта подготовка к беременности заключается в том, что не только разрастается эндометрия матки, а эндометрия матки начинает выделять слизь, которая помогает зародушу закрепиться, и в эндометрии возникает такая складчатость, которая на поперечном срезе выглядит, как ветвящееся дерево. Это складчатость, такой своеобразный лабиринт, который помогает запутаться с областоцистей, не проскочить мимо матки и закрепиться. И, соответственно, если беременность не наступает, этот эндометрия становится ненужным, он отторгается, все начинается сначала, что, как мы говорили, уже не так хорошо. Но и последнее, возвращаясь к всему, что мы только что говорили, это вопрос гормональной контрацепции с учетом количества циклов, которые есть у женщин. Собственно говоря, несмотря на то, что целью гормональной контрацепции является подавление овуляции, это подавление овуляции можно достичь разными способами. Это можно сделать с помощью подавления двух фаз цикла, о которых мы говорили, и в результате это будет что-то похожее на имитацию сезонности размножения животных. Или это можно сделать с помощью таких слабых изменений, когда происходит имитация двух фаз цикла, фолликулярной и лютеиновой, но таким образом, что не происходит полноценной овуляции. То есть во втором случае это максимальное приближение системы к тому, что есть у нормальной женщины в отсутствии контрацепции. Соответственно, выбор двух этих вариантов контрацепции, в общем-то, это такое философское решение. Проблема каждой женщины, насколько она себя видит человеком, отделенным от царства животных, или она причисляет себя к животным, конечно, и те, и другие, и то, и другой вид контрацепции имеет свои противопоказания, свои проблемы. Основной проблемой заключается в том, что если слишком долго, если десятилетиями подавлять работу гипоталангиопрофессиональной системы яичников, они забудут, как это делать, и восстановление нормальной работы яичников может быть очень долгим, а может и вообще не возникнуть. Поэтому, в принципе, гормональную контрацепцию советуют женщинам, разжавшим, хотя, с другой стороны, некоторые болезни репродукции лечат такую достаточно короткую контрацепцию, и дают отдохнуть. Гипоталангиопрофессиональной системе яичников, после этого они радостно снова с силой начинают работать, и все получается нормально. То есть вот здесь проблемы, вот те проблемы, о которых я говорила, сравнение человека и животных, они связаны с чисто... А для врача здесь нет вопроса выбора, если он назначает между этими двумя стратегиями? Ну, это учитывая те противопоказания, о которых вы говорили, ну, еще особенности, может быть, организма какие-то? То есть не только женщина должна, наверное, сделать выбор? Наверное, да. Наверное, я думаю, что... Врач должен досконально ознакомить ее? Да. Да. Во-первых, врач должен ознакомить. Во-вторых, женщина должна решить, какой вариант ей больше подходит. Это все опять очень индивидуально и связано с тем, имеет ли она детей, или это женщина еще не рожавшая. Потому что тут, может быть, тактика, связанная... Я думаю, что скорее... С перспективой, да. Да, с перспективой. С перспективой, ну, похоже на то, что рожавшим женщинам больше подходит первый вариант. Первый вариант. Сезонность, вот, имитация сезонности, а нерожавшим все-таки сильно блокирует свою систему опасно из-за того, что могут быть какие-то проблемы с восстановлением циклов. Но это все, в общем, индивидуально. В общем, это все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. По скриптуме нашим я хочу, чтобы попросить вас чуть-чуть вернуться к прогестерону. Я знаю, что вы занимаетесь исследованием, связанным с прогестероном. И вот у вас недавно, буквально в этом году, была опубликована работа, и, может быть, даже и не одна. Она именно связана с его иммуномодулирующей функцией. Кстати, есть мнение, я не знаю, вы его подтвердите или опровергните, что при беременности его роль в том, чтобы не оторгался зародыш. Это правда, да? Да. Потому что зародыш, как носитель отцовского материала генетического и реализующегося, как чужеродная какая-то программа. То есть вот про эту функцию прогестерона именно в связи с иммунной системой. В чем суть ваших исследований, если можно коротко, ваши результаты? На каких системах вы работаете, на каких моделях? Вообще прогестерон функции обширные. Очень большие. И связано это с тем, что есть очень такая хитрая система действия прогестерона. У него есть два типа рецепторов – ядерные и мембранные. Ядерные рецепторы уже довольно давно были открыты прогестерона, а мембранные открыты относительно недавно. И хитрость заключается в том, что через мембранные и через ядерные рецепторы эффекты прогестерона противоположны. Все зависит от того, в каком сочетании данный тип клетки содержат эти рецепторы. В каком соотношении. В каком соотношении. Да, ядерные и мембранные. Вот, кстати, сказать, хотя это с иммунной модуляцией не связано, интересный факт по поводу родовой процесс, который тоже отличает человека от животных. Причем это отличие очень долго, когда оставалось в тени, непонятно, почему. Дело в том, что у животных, на которых исследуется беременность, сигналом к родам является снижение продукции прогестерона. Прогестерон поддерживает покой миометрии, то есть миометрия не сокращается, снижается прогестерон, миометрия начинает сокращаться, возникает процесс рода. И очень долго это все переносилось на человека, считалось, что понятно, что беременность много прогестерона, сначала желтый тело, потом прогестерон перестает вырабатываться, и все. Оказалось, что у человека ничего подобного, и концентрация прогестерона при родах не падает, а роды начинаются. И вот тут как раз вступают в игру вот эти мембранные рецепторы, которые обладают противоположным эффектом по сравнению с ядерным. То есть прогестерон действует через ядерный рецептор, стимулирует покой миометрии, а действует через мембранные рецепторы, он стимулирует сократимость миометрии. Пока это не является вот таким твердо доказанным фактом, но какие-то косвенные подтверждения этому есть, что у человека в процессе родов меняется соотношение ядерных и мембранных рецепторов в сторону мембранных. И в этом случае не нужно снижение концентрации прогестерона, чтобы начались сокращения матки. То есть все дело в рецепторах. По поводу иммуномодулирующего действия прогестерона действительно в процессе беременности он является иммуносупрессантом, то есть он помогает сохранить зародыш, сохранить плод, который только частично имеет материнские антигены, то есть он препятствует отторжению плода. Но его действие этим не ограничено, он вообще говоря регулятор иммунной системы, но его нельзя назвать только иммуносупрессорному гормону. В зависимости от ситуации он может менять активность иммунной системы в разные стороны. И наша работа заключается в том, что вообще говоря, очень трудно изучать дифференцированное действие прогестерона через мембранные, через ядерные рецепторы, потому что большинство клеток содержит и то, и то, и другое. И конечный эффект найти трудно. Поэтому с одной стороны мы пытаемся найти те виды типа клеток, ну в частности опухоли линий, которые содержат только мембранные рецепторы, с другой стороны мы пытаемся искусственно создать такие клетки, которые содержат только мембранные рецепторы прогестерона. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы найти аналоги, найти производные прогестерона, которые связываются с мембранными рецепторами, а не связываются с ядерными. Это позволит более тонко регулировать работу прогестерона в женском организме в зависимости от ситуации. Действие изолировано на мембранные рецепторы и не действие на ядерных. Для ядерных рецепторов такие аналоги уже есть. Есть их достаточно много, а вот для мембранных, поскольку они открыты недавно, таких аналогов практически нет. Ну, в клинической практике точно нет, ученые стараются, вот нам химики синтезируют, а мы пытаемся обнаружить те, которые хорошо работают через мембранные рецепторы. Это будет полезно с точки зрения родовспоможения, с точки зрения различных заболеваний репродуктивной сферы женской. Очень интересно. Надежды есть. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...